Мы в первую очередь польем клумбы, проведем какую-то санитарную обрезку деревьев, потому что вот есть там некоторые низковисящие уже сухие ветки, которые могут обломаться. Вот посажены новые цветы, их тоже польем, покрасим бордюры, по возможности соберем листву и те ветки, которые сегодня спилены. Поэтому это как раз такая достаточно, скажем так, веселая и чистая, негрязная работа для жителей. Эко-активист Артём Речицкий намечает план работ, который осталось провести в сквере энтузиастов. Эту зелёную зону приводят в порядок вторую неделю к ряду. Сейчас рабочие аккуратными шариками стригут кусты. Когда ветки подвянутых, нужно будет собрать. Лоск в этом сквере наводить начнут в полдень воскресенья, 15 июля. Сквер готовится к лету. Мы в рамках программы «Сквер у дома» уже один сквер убрали, провели большой субботник. Это сквер Речников на улице Тимошенково. Более того, поскольку здесь будет большой массовый сквер, и это центр района, то ещё здесь мы с гражданами будем обсуждать и выбирать другие площадки для проведения субботников. На субботник приглашают всех, обещают обеспечить инвентарём и перчатками. Будет и где передохнуть, вымыть руки. Но самое главное, можно определить, какой следующий сквер станет ухоженным. Софья Готовкина много времени проводит в сквере энтузиастов и уже поучаствовала в его уборке. День назад девушка помогала собирать скошенную траву. Чем больше человек убирается, тем чище будет. Тут ещё и воспитательный эффект. Гуляем часто, проводим здесь время с друзьями, отдыхаем, общаемся. Я считаю, что субботник здесь нужно делать, особенно жителям этого района. Потому что загрязняем его мы, сами жители, и он для нас станет более ценным, когда мы сами его уберём. В этом году Красноярским скверам повышенное внимание. В 11 из них придёт благоустройство. А благодаря программе «Сквер у дома» приберут небольшие скверы и аллеи. Самое главное, что делать это будут сами жители. А значит, и чистота после субботника продержится дольше. Клавдия Стельмахович, Алексей Егоров, Афонтова, Новости.